Родина и церковь. Тема выпуска на порядок выше. Патриотизм, ложный и истинный. Благословение солдат и как относиться к врагам. Вечные темы и сложные вопросы к Федору Кривули, настоятелю храма в Парканах. А теперь еще и войсковому священнику казачьего войска. Он хорошо знает, что такое родину любить. Рассказал и о том, почему Бог не создавал границ. Вот несколько цитат. На нападение, значит, церковь никогда не давала своего благословения. Вот. А ради защиты, да, дается благословение, но дает свое благословение на жизнь этого солдата. Не на убийство его, им, другого человека, а на то, чтобы он выжил. Поэтому мы всегда читаем молитвы, допустим, благословляющие воина на рать, но просим Господа сохранить этого человека в этой жизни. А кого можно вот прям вот считать своим врагом? Есть такая книжка «Отец Арсений», где собраны со многих эпизодов жизни разных священников единый образ. Так вот, описывается там такой момент. Священник идет на службу в свое село и по дороге его встречает хулигана. Начинает над ним издеваться, дергать, там, бить, там, всякое такое. Ну, он проходит себе спокойно мимо них. И это происходит в течение целого года. Но один раз на Пасху он идет со своей матушкой. Пока к нему приставали, ничего. Когда же они зацепили матушку, то буквально было применено несколько приемов, все они оказались к увете. Вот человек любил врагов своих, личных. Когда они его обижали, он проходил мимо и, может, даже и молился за них. Но когда обили кого-то другого, то есть зацепили твою семью, то есть зацепили твою Родину, получили ответку. Иисус Христос был патриотом? Ну, если считать Родиной не Иисуса Христа, а Родиной весь земной шарик, то да. Земной шарик, отец Федор, Бог не создавал границ никаких. А как Он мог позволить создать людям вот эти границы? Он же все видит, Он все знает. Он все видит, Он все знает, но Он также не влазит в нашу жизнь. В этой жизни мы совершаем хорошие поступки и плохие поступки сами, по своей воле. Ибо нам дана воля, полная свобода действий в этом мире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова